Депутаты городской думы Что сказать, вообще это заведение, оно уже давно сидит, как говорится, у нас в печенках. Много лет. Эта проблема, наверное, не только наша, она везде существует. Я считаю, что это очень большое социальное зло. То, что здесь мат, не мат, это понятно. То, что мы как-то пытались жаловаться о том, что здесь нет туалетов и вся эта компания у нас аккуратно под оконами справляет нужду. Причем не только нужду, а если это пьяные люди, то понимаете, чем это все заканчивается. Постоянно здесь пьянки, постоянно музыка, постоянно здесь гадят около дома. Здесь ничего хорошего нет, если вот это вот заведение в доме. Жители бьются над решением этой проблемы давно. Закон был на стороне бизнеса. Фиксировать нарушение правопорядка могла только полиция. Однако на такие мелкие вызовы чаще всего едут неохотно. Правила, по которым работают рюмочные в условиях пандемии, только умножают разрушительный эффект. А сейчас получается, отсюда они их выгоняют. Они идут с этими бутылками и на нашей лавочке, там, где все оккультурено. Во что это превратится? Ульяновские слуги народа жителей поддерживают. Однако считают, что проблема требует изучения. Поправка в статью 16 федерального закона позволяет областным законодателям превратить заявленные федералами 20 квадратных метров в 40 и даже 50. Кроме того, региональной власти предоставлено право запретить данный вид деятельности. Однако кошмарить бизнес не собираются. Мнение бизнесменов и сотрудников готовы выслушать. Здесь у нас музыки нету. По утрам, в 4 утра музыка орет возле Макдональдса. Один раз ночью где-то музыка орала. Вот с этого дома мужик приходил. Я говорю, вот видите, где музыка орет? Он говорит, да. Я говорю, а все говорят, что у нас. Нет у нас такого. У нас все закрыто. Мы работаем на вынос. Жителям надоело писать бесполезные жалобы и искать правду. Местные депутаты отмечают, что решить эту проблему в целом возможность появилась только сейчас. Они готовы решать проблему, причем вдумчиво и учитывая мнение всех заинтересованных сторон. Очень радует, что Государственная Дума сегодня приняла закон, который с определенными ограничениями запрещает расположение закусочных в жилых домах на первых этажах. И предоставила право областным субъектам области вносить изменения в данный закон. Я как депутат в очень тесной связи с жителями близлежащих домов и постоянно им докладываю о прохождении того или иного закона. И вот Татьяна Николаевна Глухова, старшая по дому, она будет выступать в ЗСО на фракции по этой проблеме в ближайшее время. Пояснительные записки к федеральному закону, составленные специалистами Госдумы, подобные точки общепита названы разливочными. В народе их именуют реанимациями, потому что сюда, ввиду низкой цены на низкосортный алкоголь, приходят похмеляться те, для кого пьянство – норма жизни. Низкая цена – не показатель низкой доходности заведений. Отбоя от клиентуры здесь нет даже сейчас. Налоги бизнесмены платят исправно. Однако и урон городскому пространству подчас они приносят немалый. Поэтому решение принять непросто. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. Новости Улправды ТВ